Рынки на Новосадово и в 15 микрорайоне должны обрести единый внешний вид. Перед стартом месячника по благоустройству глава Самары Елена Лапушкина устроил объезд города. В Самарской области скоро приступят к летним испытаниям грузовых беспилотников. В регионе создается для этого экспериментальный правовой режим. В городе идет подготовка к строительству планетария. На ракету «Союз» возле Самары Космической установили датчики для контроля уровня вибрации. Город готовится к месячнику по благоустройству. Он начнется 1 апреля. Однако глава Самары Елена Лапушкина подчеркивает, что поддерживать порядок и чистоту необходимо всегда. Сегодня она проверила, как содержится территория в нескольких районах Самары. Виктория Шарая продолжит тему. Убрать остатки снега, мусор, устранить граффити. На заводском шоссе, которое стало первым пунктом в графике объезда главы Самары Елены Лапушкиной, много частных территорий. Ответственность за их содержание несут собственники. Елена Лапушкина поручила главе района Вадиму Бородину провести с ними беседу, чтобы они перевели в порядок свои площадки. Большая работа предстоит в Кировском районе. На территории местного рынка вместо разрозненных киосков должно появиться торговое пространство, оформленное в едином стиле. Реконструкция внешнего вида фасада, замена устаревших торговых мест на более современные новые. Рынок существует с советского времени, соответственно, поэтому корни его оттуда. Ему частично реконструкцию торговых мест провели. Эту работу мы начали уже года 4 или 5 назад. Самое наше наследие тяжелое – это контейнера железнодорожные. Поэтому мы от них избавляемся сейчас активно. В общем-то, вы видели, что вторая часть в сторону Березовой аллеи сейчас реконструируется. В рамках современных веений будем, соответственно, приводить в порядок оставшиеся торговые места. Работы будут проводиться в рамках муниципального частного партнерства. По периметру обустроят тротуар, высадят деревья, сделают освещение. Как по четной, так и по нечетной стороне в этом году будет благоустроена уличнодорожная сеть. Будут дополнительно организованы расширения дороги. Будут благоустроены парковочные карманы. Нестационарные торговые объекты, те, которые портят облик города, будут убраны. Вся торговая деятельность будет осуществляться как раз внутри, в зоне торговли сейчас. А торговые объекты будут, как в этом, так и в следующем году, приводиться в порядок к единому формату. Похожая ситуация на Новосадовой рядом с торговым центром «Май». Пестрые ряды киосков создают визуальный шум и портят внешний вид улицы. Поручение главы состоит в том, чтобы привести фасады в едином состоянии. Соответственно, рекламные конструкции привести в едином состоянии, чтобы не было никакой симметрии. С той стороны, со стороны трамвайной линии, у нас тоже будет приведена реклама в едином состоянии. Здесь ближе к трамвайной линии расположены нестационарные торговые объекты, которые, к сожалению, пока выглядят непристойно и неблагоприятно. Поэтому в этом году планируется их визуализировать несколько иначе, сделать их современными, привлекательными, для того, чтобы они, жильцы или горожан, радовали своим внешним видом. Проекты реконструкции по всем объектам утвердят к следующей неделе. Тогда же станут понятны и сроки выполнения работ. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. В ближайшее время всем профильным службам предстоит завершить подготовку инвентаря, подготовку техники и доложить о наличии достаточного количества перчаток, мешков для сбора мусора и других расходных материалов. Такая задача поставлена перед стартом месячника по благоустройству и озеленению. Эти вопросы обсудили на еженедельном совещании с первым заместителем главы Самары Владимиром Василенко. Традиционные работы по улучшению внешнего облика города начнутся 1 апреля и завершатся к майским праздникам. Чтобы к этому времени уличнодорожная сеть, общественные пространства, придромовые, внутридворовые, внутриквартальные зоны, а также незакрепленные участки стали чистыми и комфортными для горожан. В следующем месяце предстоит провести 4 субботника – 8, 15, 22 и 29 апреля. И 4 санитарных средника – 5, 12, 19 и 26 апреля. По окончании которых внешний вид Самарских улиц преобразится. В числе первоочередных работ – уборка остатков зимних накоплений, сбор мусора, подготовка газонов к высадке зеленых насаждений, а также ремонт и покраска урн и других малых архитектурных форм. Также в ходе месячника предусмотрена мойка дорожного покрытия, покраска бортового камня, побелка деревьев, остановочных павильонов. Постепенно будут выполняться и другие задачи. Виды работ по благоустройству будут включаться в график, исходя из погодных условий и календарного плана на период месячника. К участию в месячнике по благоустройству приглашаются и все неравнодушные жители города, сотрудники предприятий, организаций, студенты, волонтеры. Практика прошлых лет показывает, что горожане активно участвуют в весенней уборке. Желающие внести свою лепту и в этом году будут обеспечены не только необходимыми инструментами и расходниками, но и доступной точной информацией о проведении сезонных мероприятий. Еще один важный вопрос в повестке – необходимость начать подготовку фонтанов к пробному запуску в этом году. Фонтаны мы перед 15 апреля полностью опробовать, понятно, да? И, если что, мы на Пасху пускаем. Но это решение предварительное. Либо мы их запустим в день проведения общегородского субботника, это 22 апреля. Однако теплая погода позволяет рассмотреть возможность запуска фонтанов раньше обычного. На сегодняшний день окончательное решение еще не принято. Все будет зависеть как от погодных условий, так и от готовности самих систем. Кроме того, сейчас ведутся восстановительные работы на фонтане в Октябрьском районе, расположенном возле здания архива и площади памяти. Помимо этого, по заказу Депкорхоза приведут в порядок прилегающую к фонтану территорию. К 1 мая планируется ввод фонтана в эксплуатацию. Ответственны в этом вопросе также Департамент городского хозяйства и экологии. А в дальнейшем содержанием фонтана будет заниматься муниципальное предприятие специальным строй «Зеленхоз». Специалисты метростроя продолжают монтировать тоннелепроходческий комплекс на дне стартового котлована на Галактионовской. Комплекс пробурит тоннель от исторической части города в сторону станции метро «Алабинская». Его величина впечатляет. Протяженность сооружения составляет 88 метров. Здесь располагается все, что нужно для успешной проходки и прокладки тоннеля. В переднюю головную часть конструкции навесят ротор. Подобие сверла для дрели. Проходит почву как по маслу. Под давлением лезвия ротора вытесняют грунт, который вывезут вагонетки при помощи небольших локомотивов. Дизельные локомотивы уже на дне котлована. Разработанная порода, уходя по конвейеру на ленточный транспортер и попадая в вагонетки, в дальнейшем башенным краном будет подниматься на поверхность в грунтоприемник. А оттуда ее будут вывозить самосвалами на полигон. Сборку комплекса планируют закончить к 15 апреля. Старт на разработку грунта будет дан после необходимых проверок, испытаний, тестовой проходки в 50 метров, а также после регистрации объекта в Ростехнадзоре. Начальную точку обозначили кольцо диаметром 6 метров. В него и врежется щит. Как отметили специалисты, грунт в зоне метростроя и дальше достаточно податлив. Поэтому комплекс может выйти на проектную скорость 200-250 метров в месяц. И хотя установка может разгоняться до 500 метров, нужно учесть особенности при подходе к зонам влияния каждого из строений, находящихся на трассе проходки. Особенно это касается объектов культурного наследия. К доставке и установке тоннеля проходческого комплекса готовят и площадку на пересечении улиц Полевой и Новосадовой. Здесь специалисты заняты разработкой стартового котлована. Процесс такой же, как и в зоне строительства метро на Галактионовской. Как только закончат с котлованом, начнется обустройство площадки для размещения комплекса. Театральная свяжет удаленные районы с историческим центром Самары. После ввода станции в эксплуатацию, в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока в подземке минимум на 15%, планируется уменьшить интервалы движения поездов до 7-8 минут и увеличить количество составов на линии. Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» готовит свои ресурсы. Так, в этом году продолжится капремонт вагонов. Отметим, что к текущему году парк обновили уже более чем наполовину. Кроме того, запланировали дополнительный набор и обучение машинистов. Это настолько удобный вид транспорта, когда ты можешь сесть и добраться в любую точку города. Но, конечно, мы еще бы хотели бы сказать о том, чтобы эта метро развивалась. И, кстати, у нас в Самаре есть правило для людей с ограниченной возможностью дороги, когда они могут воспользоваться помощью при посещении метро. И, собственно говоря, мы давали туда свои предложения и были все учтены. В Самарской области скоро приступят к летным испытаниям грузовых беспилотников. В регионе создается экспериментальный правовой режим для проведения таких испытаний. Соответствующую заявку в Минэкономразвитии РФ подал производитель беспилотных авиационных систем. По данным компании, 63-й регион может стать одним из первых в России, где работа всех таких аппаратов будет систематизирована. В случае положительного решения возможно проведение летных испытаний по доставке лекарств, продуктов и других грузов над акваторией Волги и по другим выделенным транспортным коридорам, а также мониторингу и обработке сельскохозяйственных угодий. В Самаре идет подготовка к строительству планетария. Он появится рядом с музеем «Самара космическая». В этот вторник на ракету «Союз» установили датчики для контроля уровня вибрации. Подробности расскажет Галина Топилина. Ближе к звездам в Самаре идет подготовка к строительству планетария. Он появится на проспекте Ленина и станет частью музейно-выставочного центра «Самара космическая». Рядом с музеем установлена ракета-носитель «Союз» высотой 68 метров и весом 20 тонн. Поэтому специалисты должны оценить, какое влияние масштабная стройка может оказать на монумент. Ракета, которая у нас укреплена на фасаде здания, это особый объект. И, конечно же, он требует ежегодного постоянного обслуживания. Два раза в год измеряет свертикализация ракет. Измеряет это именно сотрудники «Прогресса», потому что это гаранты. Предприятие, которое гарантирует надежность этой ракеты. Подготовка к строительству самарского планетария вышла на свой завершающий уровень. Прямо сейчас специалисты РКЦ «Прогресс» начнут устанавливать на ракету. В музее «Самара космическая» вот такие вот датчики. Во время заложения фундамента датчики будут считывать уровень вибраций и техническое состояние самого комплекса. Датчики установят на растяжках и крепежных узлах, примыкающих к ракете. Специалисты будут анализировать поступающую с них информацию, а затем передавать эти сведения застройщикам, чтобы в режиме реального времени корректировать ход строительства и обеспечить сохранность объекта. Ввиду того, что музей находится на искусственном насыпи, будет установлен шпоновый каркас, то есть стена, которая будет предотвращать сход грунта. Эти работы будут проходить в виде бурения на несколько метров вниз. Это строительные работы, которые все-таки будут воздействовать на монумент в виде вибраций. Эти вибрации мы должны замерить и определить, насколько они опасны. Самарская область по праву считается центром космического ракетостроения. Именно в Самаре получила путевку в космос ракетоноситель семейства Р-7, которая считается самой надежной ракетой в истории космонавтики. Самарскими конструкторами были изготовлены первая и вторая ступени ракеты, которая вывела на орбиту Земли космический корабль, пилотируемый Юрием Гагарином. В год 60-летия пилотируемой космонавтики губернатор Дмитрий Азаров дал старт строительству планетария. В здании будет два подземных этажа и три надземных с остроплощадкой для открытых наблюдений. Звездный зал расположится под горизонтальным куполом диаметром 18 метров и сможет вместить более 200 зрителей. После открытия объекта будет сформировано новое городское пространство – площадь трех музеев. Она объединит филиал Третьяковской галереи, Самару космическую и сам планетарий, который закрепит за Самарой статус космической столицы России. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. Стали известны самые высокие и низкие заработные платы в Самарской области. Самая высокая среднемесячная зарплата оказалась у работников финансовой и страховой деятельности – около 130 тысяч рублей, работников сферы информации и связи, госуправления и обеспечения военной безопасности, а также социального обеспечения. Самые низкие зарплаты, по данным статистики, получают сотрудники гостиниц и предприятий общепита – около 30 тысяч рублей, те, кто занимаются административной деятельностью, а также оптовой и розничной торговлей, ремонтом транспорта. В Самарской области в 2022 году средняя зарплата жителей составила 47 654 рубля. Она выросла почти на 5 тысяч рублей по сравнению с 2021 годом. Далее коротко о других событиях дня. МВД продлило на три года срок действия водительских прав, которые заканчивались в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев. Такое решение было принято для удобства водителей, а также снижения административной нагрузки на органы МВД. Это коснется около 5 миллионов удостоверений. Сотрудники Самарской транспортной полиции задержали браконьера с уловом стерляди. Его взяли в районе плотины Жигулевской ГЭС. При помощи резиновой лодки с мотором и сетей мужчина ловил рыбу в запрещенном месте. Среди улова обнаружили стерлядь, которая занесена в Красную книгу. Задержанный ранее был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело. Всего за два месяца этого года сотрудники Самарской транспортной полиции провели 35 рейдов. У правонарушителей изъяли улова на 2 миллиона рублей. Возбуждено 28 уголовных дел. С 1 апреля россиян ждут изменения в оплате жилищно-коммунальных услуг. С этого времени начнут производить перерасчет оплаты общедомовых нужд. В частности, показатель начнут вычислять по фактическому потреблению. Общедомовыми нуждами являются траты на уборку, работу лифта и электроснабжение в доме. Суммы начнут корректировать, чтобы приблизить их к фактическому потреблению. 96-летняя жительница Кировского района Самары отдала мошенникам 2 миллиона рублей. На сотовый телефон пенсионерке поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина сообщил, что происходит незаконное оформление кредита. И чтобы прервать операцию, необходимо перевести все сбережения на резервный счет. Доверчивая пенсионерка поспешила воспользоваться инструкцией и направилась к ближайшему банкомату, где с помощью присланного мошенникам QR-кода перевела 2 миллиона рублей. Только спустя несколько часов, заглянув в мобильное приложение, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и лишилась сбережений. За помощью она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГОМВД России по Самарской области. Федерация независимых профсоюзов России предложила премьер-министру Михаилу Мишустину возобновить программу детского туристического кэшбэка. Федерации пояснили, что стоимость детских путевок сегодня достаточно высокая, а зарплаты населения небольшие. Кроме того, путевками пользуются, как правило, люди с не очень большим достатком. Часть россиян уже забронировала своим детям путевки в оздоровительные лагеря в надежде на компенсацию. Если они не получат господдержки, то начнут аннулировать поездки. Средняя стоимость путевки в детский лагерь летом прошлого года составила 38 тысяч рублей. В Минэкономразвитии сообщили, что в бюджете на 2023-2025 годы не предусмотрены средства на программу детского кэшбэка, который был временной антикризисной мерой. В этот вторник представители иранских и тюркских народов отмечают праздник прихода весны – Навруз-Байрам. Считается, что с этого дня в мире начинается обновление. Торжества длятся несколько дней. Люди готовят угощения и ходят в гости. С представителями азербайджанской диаспоры его встретил и наш корреспондент Ксения Баканова. Весеннее солнце сияет ярче обычного. Вокруг атмосфера праздника, дружбы и уюта. Сегодня двери каждой азербайджанской семьи открыты для гостей. А все потому, что 21 марта отмечается Навруз-Байрам – праздник прихода весны. Его встречают также казахи, узбеки, туркмены, киргизы и другие народы. Название в переводе с персидского означает «Новый день», «Начало новой жизни». Празднику предшествуют четыре вторника, каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. К Наврузу принято готовиться заранее, наводить порядок в доме, а также готовить различные блюда. Считается, если отпраздновать его с большим размахом, осенью будет богатый урожай. В праздник на стол принято ставить много угощений. Это фрукты, орехи, шакербура и пахлава. Проросшие ростки пшеницы, перевязанные красной лентой, являются главным символом Навруза. В конце праздника семени принято пускать по воде. С Наврузом связано много народных традиций и обычаев. Нужно семь раз перепрыгнуть через костер. Это делается для того, чтобы все невзгоды остались и погорели в этом огне. И надо приговаривать определенные слова. Если переводить на русский дословно, то есть беды тебе, удача мне. Мы никогда не закрываем двери на Навруз, потому что любой человек может зайти и отпраздновать вместе с нами, полакомиться сладостями и нашими вкусными блюдами. Иногда к нам приходят гости, которые приносят с собой яйца, чтобы мы с ними в схватке решили, кто из нас сильнее, побив эти яйца от друг друга. И тот, кто разбил яйцо соперника, тот и выигрывает. На праздник также принято обмениваться подарками и поздравлениями. По традиции, Навруз будут отмечать несколько дней. И все это время гостей встречают как самых дорогих и организуют пышные застолья. Ведь именно с этого дня по солнечному календарю во многих мусульманских странах начинается Новый год. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. Волейболисты Новый завершают регулярный чемпионат Российской Суперлиги. У команды остался еще один матч, после чего они примут участие в мини-турнире за право сохранить место в элите российского волейбола на следующий сезон. Об этом и в других новостях в нашей спортивной рубрике. Волейболисты Новый провели предпоследний матч регулярного чемпионата Суперлиги. На домашнем паркете они принимали «Минский строитель». Команды – соседи по нижней части турнирной таблицы. Новокобышевцы уверенно взяли два первых сета, грамотно используя ошибки соперника. В самой напряженной получилась третья партия, на протяжении которой небольшое преимущество все время было на стороне гостей. Но в решающий момент волжане вышли вперед и довели сет и матч до победы. 25-18, 25-17, 25-23. 3-0 по партиям. Победа Новый. В Ёжкар-Оле проходит чемпионат России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Самарскую область представляет наш мастер спорта международного класса Ольга Потешкина, которая заявлена на четырех дистанциях. Она уже выступила на 400 метровке вольным стилем, на которой является рекордсменкой России с результатом 4 минуты 53,87 секунды. На этот раз результат был чуть скромнее, но и этого оказалось достаточно, чтобы одержать победу. В Екатеринбурге завершилось первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. За медали боролись 573 спортсмена из 59 регионов Российской Федерации. Самарскую область представляли 15 дзюдоистов. Стефания Власова в категории до 63 килограммов и Мария Иванова в категории свыше 78 килограммов завоевали золотые медали. Еще одну бронзовую награду, также в категории свыше 78 килограммов, получила Альфия Дашкина. В Самарской области завершилось первенство России по русским шашкам. В турнире приняли участие около 600 спортсменов из 35 регионов Российской Федерации. Юные шашисты боролись за медали в трех возрастных категориях. Мальчики и девочки до 9 лет, юноши и девушки до 11 и до 14 лет. В копилке сборной Самарской области три медали, все в категории до 9 лет. Михаил Черноземов завоевал золото в быстрой игре и серебро в молниеносной игре, а Никита Паренков – бронзу в молниеносной игре. Сайт телеканала «Самара ГИС» по итогам 2022 года улучшил свои позиции в топ-20 самых цитируемых СМИ Самарской области и переместился с 14 на 13 строчку. Об этом свидетельствуют данные свежего исследования компании «Медиалогия». Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости. Позиция в рейтинге «Медиалогии» – один из главных критериев оценки эффективности работы СМИ. Улучшение показателей говорит о том, что наш контент интересен не только читателям, но и коллегам из других изданий, так как они регулярно используют его для подготовки материалов на своих платформах. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Самарцы могут принять участие в выборе мест общения и генерации идей для молодежи, сообщает телеграм-канал администрации города Вести с Дворянской. Из тысячи пространств путем онлайн-голосования будут отобраны 600 площадок, после чего начнется этап экспертной оценки для формирования списка 300 лучших. Голосование проходит до 2 апреля на сайте точки протяжения РФ. От Самарской области в конкурсе участвуют Центр молодежных инициатив «Стрелка Холл» и Региональный центр «Мой бизнес», которые располагаются в Самаре, Многофункциональный молодежный центр «Шанс» в Тольятти и Дом молодежных объединений «Альянс молодых», который находится в Кенеле. В Самаре увеличили количество автобусов, которые обслуживают Красноглинский район. Транспорт добавили на маршруты номер 51 и 78, сообщает телеграм-канал Департамента транспорта. С 21 марта в утренние часы пик будет курсировать два рейса с улицы Батайской на маршруте 51. Также по просьбам пассажиров добавлены рейсы на маршруте номер 78 для сокращения интервалов днем. По всем вопросам в части работы общественного транспорта можно обращаться по телефону 207-70-11. 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В преддверии этого праздника в Центре детского творчества «Металлург» состоялся литературный конкурс «Поэтический поединок». Он направлен на повышение интереса к чтению и расширение читательского кругозора активной молодежи района. Конкурс проходил в два этапа. Во время завершающего этапа были сформированы четыре команды, которые рассказали о жизни поэтов Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Анна Ахматовой, Марина Цветаевой, а затем прочитали стихи и фрагменты из поэм. Победители и призеров наградили грамотами и памятными призами, сообщает телеграм-канал администрации Кировского района Самары. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА